Жара, берег Волги. Но эти молодые люди не купаться и загорать пришли. Волонтеры движения «Чистый город» взялись за генеральную уборку береговой линии. Для экологической акции выбрали спуск лейтенанта Шмидта. Отдыхать здесь самарцы любят, но об экологии, видимо, не задумываются. Горы пустых бутылок и другого мусора волонтеры собирают в пакеты. Один такой мешок наполняется за пять минут. Ботинки, вот сейчас тоже где-то здесь арбузы. Сейчас сезон арбузов пошел, сейчас арбузов немного находишь. Молодые защитники экологии призывают всех бережно относиться к природе и к Великой реке. Попутно напоминают отдыхающим, что мусор легко донести до ближайшего контейнера. Радуются волонтеры, что ряды их продолжают расти. В этом году к движению «Чистый город» присоединились более 4 тысяч молодых людей. Наводить порядок в родном городе стало трендом. Вместе с молодыми людьми на уборку вышли и представители регионального отделения Русского географического общества. Весной общественные организации подписали с властями Самары соглашение о сотрудничестве. С огромной гордостью, наверное, с огромным желанием принимаем вместе с нашим молодым поколением участие в такой акции. И если, начиная с самого молодого возраста, мы не будем прививать любовь к нашему родному дому, к тому окружению, в котором мы живем, то, конечно, власть без общества сделать ничего не может. Самое главное – это общество. После уборки весь собранный мусор сразу же вывезут городские службы благоустройства. Мы оказываем содействие в инвентаре, в перчатках, в мешках, в вывозе отходов, которые были собраны, централизованы на полигоны. Ну и участвуем сами. Меньше часа дружный волонтерский отряд потратил, чтобы привести в порядок более 200 метров береговой линии. В планах не только продолжение экологических акций, но и просветительская работа со школьниками. Ребята в белых манишках, в белых футболочках «Чистый город». Они очень здорово себя зарекомендовали. Они показались такой дружелюбной, дружной компанией, которой хочется присоединиться. Они уже сформировали какой-то план для себя. Это в осенний период. Будем рассказывать школьникам о том, как себя нужно вести, чтобы оставить экологию в покое и в порядке. После продуктивной работы можно и отдохнуть. Сотрудники библиотеки уже на чистом пляже провели для молодежи викторину на экологическую тематику. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.